hello everybody жарим свинину это будет эксперимент эта плитка я пользовался первый раз этой сковородку я прокалил и почистил и пользуюсь ей тоже первый раз она чугунная это мясо я вижу тоже сегодня первый раз уже его сегодня купил это будет лук крымский или ялтинский на гарнир так все включаем плита шумит может быть будет звук плохой из-за нее так вот тут есть я вижу какие-то кнопочки жарко что значит жарко где сейчас 1300 ватт жарко 2000 ватт но нам нужно жарко так маслица немножко маслица потому что сковородка новая непривычная сделаю немножко маслица так чесночок о как быстро индукционная плитка хорошо ругаются что я снял ругаются да нельзя ладно но еще подожду немножко сковородки не плоское дно она крутится с краю меньше то есть эта плитка нагреет ровно посередине то есть мне надо будет взять болгарку и снять немножко вот здесь сковородки чтобы она не там не было выпуклости ну ладно а стоп замечательно мясо уже дым пошел поперчить посолить и вот этой стороной соленый перчонок сюда поперчить чеснок можно вынуть он свою функцию уже выполнил я не знаю как это сковородка будет пока что одна сторона жарится можно помыть руки от мяса что по моему слишком много слишком сильный огонь ладно лука порежу ой как он красится вся доска будет красная так смотрим что с мясом все все масло куда-то делась от сковородки я продолжаю жарить на этой же температуре 1600 мне нравится вот это вот хорошо я не знаю сейчас видно в камеру нет но это хорошо но жарим еще здесь вот видно еще что мясо сырое поэтому я переверну пару раз еще он дал кусок довольно толстый он вот такой примерно на толщины так соль мне пригодится пригодится сахарок пригодится перчик тарелка мне уже некуда убирать ну вот хорошо значит как проверять вот есть зубочистки у меня зубочистка протыкаем должен на тисок ну вот отсюда уже идет беленький тисок не розовый можно еще перевернуть вот сейчас жарко идет прямо вот как я люблю дома так мне не пожарить дома мне жена будет ругаться если я буду так жарить вот вот нормальный колер отлично все я это выключаю а нет я это не выключаю ну ладно я потом включу что я делаю дальше у меня в планах гарнир поэтому я беру кусок мяса этот на фольгу заворачиваю и поставлю его в духовочку но не не готовится он уже в принципе весь готов чтобы он просто не остыл на 100 градусов значит сковородку добавляем еще маслица такого маслица и оливкового маслица так включаем снова чугунная сковородка требует много масла к сожалению руки красит лук прикольно да красный лук вот мне нравится вот вот хорошо пожарился вот хорошо пожарился такой вариант надо чтобы оно все так пожарилось так можно посолить лук так вот немножечко можно поперчить и прилично посахарить сейчас сахар и соль дадут будет выделение сока без луков а сахар еще даст карамелизацию о-о-ох отличный запах уменьшаем вы видите лука становится меньше значительно причем сейчас я проверну одно дело его станет еще меньше соевый соус и и винный ух ты Я бы еще украсил, какой-то он слабый. Короче, все надо уксусы, соевые соусы, все надо пробовать. Но все не все разные от производителя, от партии, от времени года. Блин, это всего. На этой сковородочке хорошо будет картошечку пожарить. Все, я могу это выключать. Дарнир готов. Тяжеленная сковородка, если честно. Как мне тяжело. Так, мы делаем все по-ресторанному. Мы же в гараже. На тарелке написано интурист. Поэтому делаем все как для интуриста. Тут немножко шелот с него вышел. Кладем его. Э, иди сюда. Иди сюда. Кладем его сверху. Соус. Готов. У меня в гараже ужаснейший бардак, поэтому я тут ем в непотребном виде. Все, абсолютно мясо прожарилось. Я сейчас покажу поближе к камере. О, нормально, да? Ничего там у него сочное. Отлично. Гарнир. Сочный. Кисло-сладкий. Из-за уксуса, из-за сахара. Ну, можно перекусить в гараже таким образом. Блин, вилка неудобная всяком. Капец. Эту вилку надо давать тем гостям, которые слишком много жрут. С нее все сваливается. Наколоть мясо хорошо. Для гарнира не очень. Кофе сделаю. Кофе. Конец. Кофе. Сливочный. Лайка. С politicalable. СListen. Вау. Субтитры сделал DimaTorzok